МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Черневская. 19 августа в Самаре состоится юбилейный 5-й международный патриотический фестиваль «Самарское знамя». Он посвящен одному из важнейших этапов истории страны периоду, когда Российская империя помогала балканским народам освободиться от 500-летнего османского ига. Тогда самарцы пошли добровольцами сражаться за братьев славян и изготовили легендарное знамя, которое впоследствии стало символом победы России, подвига и чести, и доблести российского солдата и офицера. Об этом важном событии и не только я говорю сегодня с моей гостьей в студии Инна Анатольевна Жичкина, исполнительный директор Российского военно-исторического общества в Самарской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы знаете, это стало уже доброй традицией, когда мы с вами ежегодно в преддверии фестиваля встречаемся во студии программы «Город ТЭС» и говорим об этом очень важном событии для нашего города, да и для страны в целом. 19 августа в Струковском саду пройдет 5-й международный патриотический фестиваль, и, конечно же, он увенчает целый ряд образовательных просветительских мероприятий, которые в течение года проходили как раз вот в рамках одноименного проекта. Так ли это, первый мой вопрос? Да, это так. У нас действительно в этом году прошли конкурсы и на шевроны, военные шевроны, поскольку Самарское знамя сейчас и символ Самарского батальона, и конкурс рисунков, конкурс сочинений, конкурс стихотворений, огромное количество работ, замечательных работ. Там не только дети, школьники, студенты, но в том числе и взрослые люди. И это вся территория Самарской области, муниципалитеты разные. Среди победителей, могу сказать, есть и Похвестневый, и Сызрань. То есть молодцы. Все включились. Действительно, очень интересные работы. С радостью их читали, изучали, долго спорили, кто же станет победителем. И даже в двух у нас конкурсах два первых места. И поэтому, конечно, всех победителей мы будем честовать на нашем фестивале юбилейном, где и почетные гости обязательно вручат им торжество на все подарки, дипломы победителей. И, конечно, у нас большое количество мероприятий проходило в день Самарского знамени 18 мая. И это тоже по традиции очень важный день, который нашим законом Самарской губернской думы является памятным днем в истории. Но фестиваль по традиции мы начинали, конечно, в 19-м году именно в мае. А потом у нас перешел он на август. Это тоже месяц не случайно выбран. Именно в августе, да, исторический день взятия Шибки, где символом стало тоже Самарское знамя. Именно с этим полотнищем, священным полотнищем, с нашим легендарным Самарским знаменем сражались и победили воины. Поэтому, конечно, в августе мы по традиции ждем гостей. И сейчас у нас уже подтвердили свое участие военно-исторические клубы. Завтра они у нас все уже начинают приезжать. Мы их ждем с 11 регионов Российской Федерации. Так же, как и гости с Республики Болгария будут. И, ну, к сожалению, только видеоприветствия, да, потому что, понятно, ситуация сейчас непростая, но и румыны, и сербы прислали. Поэтому это тоже важно. Они вместе с нами и эту историю помнят, знают, чтут и Самару благодарят за то, как и ополченцы сражались, да, за их свободу. И что наше Самарское знамя стало первым государственным символом страны. И оно хранится, оно действительно как реликвия, да, почитается. Поэтому и мы продолжаем эту историю и дружбу, потому что народная дипломатия в действии, это тоже для нас очень важно. Да, очень важно. Вы коснулись момента истории, а вот если вспомнить, с чего все начиналось? 2017 год, ну, казалось бы, не так уж давно это было, а уже пять лет, такой маленький, но все-таки весомый первый юбилей. Как прошло для этого проекта время? Что вы можете выделить в главное? Ну, с 17-го года у нас 7 лет уже, да? Да, это вот с фестиваля 5. Конечно, началом стала замечательная книга, роман Алексея Алексеевича Солоницына, нашего замечательного кинодраматурга, писателя, который проживает уже более 50 лет в Самаре, хотя родом, да, из Саратовской губернии, работал во многих регионах и во многих республиках Советского Союза, но выбрал, и для нас это большая честь, именно Самару для проживания. И здесь было создано 63 книги, тоже не случайно, да, «Самарский регион» и более 40 документальных фильмов, в том числе по его сценариям художественные фильмы сняты. И, конечно, когда он задумался в своем, в общем, преклонном возрасте, какую же книгу подарить Самаре, и какая история самая важная. Да, у нас очень важная история запасной столицы. Это тоже международное значение нашего города, нашего региона, но для него, как человека православного, очень верующего, конечно, Самарское знамя, как единственное в мире полотнище, награжденное Орденом за храбрость. Полотнище, даже не как бы люди. Единственное, во всех регионах Российской Федерации только мы имеем свое легендарное святое знамя с ликами святыми, да, Дева Мария и Богоматери Марии, и Кирилла и Мефодия. Поэтому, конечно, этот роман, он дал старт своему проекту. И для нас было очень важно, чтобы эту историю знали и вспомнили жители Самары и Самарской области, чтобы об этой историю знали регионы Российской Федерации, потому что удивительно, многие даже задавали вопросы, так Самарское знамя, это потому что в Самарии, то есть даже зная историю, они не понимали и не осознавали, что название именно по городу, и что именно наши монахи Неверского монастыря его вышли с молитвами, что именно Петр Владимирович Алабин, своей супругой Варварой Васильевной были инициаторами этого знамени. Поэтому для нас это было важно, но то первое полотнище, копию, которую мы сделали, которую провели крестным ходом, осветили на мощах митрополита Алексея и Московской ВСИА и Руси в соборе Елоховском патриаршем в Москве и передали нашим ребятам, выпускникам СВАУ, выпускникам нашего Сызранского военного училища, которые на тот момент сражались в Сирии. И мы понимаем, что это тоже борьба была с радикальным исламизмом, это была защита мирных жителей, поэтому нам было важно, чтобы знамя также оберегал наших ребят. И это действие, оно зародило весь проект, потому что мы осознали, что эту историю знают далеко не все, но в том числе школьники, подрастающие поколения, педагоги. Это вопрос о матриатизме как раз, да? Да, что иногда даже в странах Балканского полуострова, в той же Болгарии, эту историю знают лучше, чем мы, в общем-то, жители того региона, где оно и было создано, это знамя. Поэтому, конечно, начались Олимпиады, научно-практические конференции. У нас большое количество проходит конкурсов и творческих, и литературных. Направлено как раз на историю создания этого знамени. Да, и на популяризацию не только самой истории, но и героев. Потому что мы же понимаем огромное количество исторических личностей, которые связаны с нашим городом, с нашим регионом, но они были известны всей стране. И мы понимаем, что тогда создание знамени, оно было согласовано, естественно, и с славянским обществом. Международный, который возглавлял Аксаков, тоже наш потомок, да? И когда мы говорим, что здесь, в этой истории, были связаны и царская семья романов, потому что великий князь Николай Николаевич был участником торжественной передачи знамени. И наши воины великие, Скобелев и Столетов, кстати, потомки Столетовых приезжают к нам в этом году на наш фестиваль. Так же, как и потомок про правнук Павла Калитина. И это тоже очень важная история. Эти имена помнят и знают в Болгарии, в Сербии. И важно, чтобы мы знали и помнили. Давайте не будем проходить мимо истории. Расскажите вкратце, пожалуйста, об истории создания Самарского знамени. Ну и, конечно, в чем его уникальность? Уникальность в первую очередь в том, что это знамя святыня. Что это не просто полотнище, а это знамя с божественными ликами, которые и вышиты монахинями в молитвах. И здесь не случайно выбраны именно Богоматерь Иверской, потому что Иверский монастырь, да, женский. И Кирилла Мефодия, поскольку они просветители, болгары, которые в данном случае когда-то подарили нам письменность. И здесь это такой ответ был, да, подарок для страны, которая только пыталась освободиться от 500-летнего рабства. 500 лет османского ига привело к тому, что у них не было ни государственных символов. Естественно, страдала культура, язык. Мы не говорим уже про всех ужасах, которые действительно испытало мирное население. Многое из этого было отражено на картинах известного баталиста Верещагина, который в том числе и сражался, но многие кадры, да, он тогда в своих полотнищах запечатлел как великий художник. Это была уникальная война, которая... То есть до этого были предпосылки восстаний, которые жестоко подавлялись. Восстания в Боснии и Герцеговине, восстания в Сербии. И удивительно вообще, если сейчас представить, не было такого дорожного сообщения, да, авиасообщения, не было интернета вот для молодых, да, сейчас понять, но при этом знали, что происходит там и искренне сопереживали. Сопереживали людям, мирному населению, сопереживали женщинам, детям, понимали тот ужас, который там происходит. И это была уникальная война в том, что в первую очередь люди пошли на защиту братьев славян, пошли на защиту православной веры. И у того же Алабина двое сыновей, да, отправились туда. Нас собирали, если брать про Самарскую губернию, но в том числе и все другие регионы Российской империи были активно включены в эту деятельность. Это сбор гуманитарной помощи, это сбор пожертвований. Вот у нас местное отделение Российского военно-исторического общества будет представлять тоже свои площадки, одни из вот 40 площадок, где будут рассказывать, как, допустим, Безенчугский или Сергиевский район участвовал в сборе гуманитарной помощи тогда. И опять история повторяется. Да, что-то мне это тоже напоминает. Многое и сейчас возрождается. Поэтому, конечно, важно было не только поддержать население, но и защитить. Поэтому пошли воины, был сбор в том числе и финансовых средств. И на тот момент это было очень много, да, 25 тысяч рублей. Когда я говорю, на рубль можно было корову купить. И собрала только гласные городской думы. И тогда именно Петра Владимировича Алабина, его супруги Варвара Васильевна, которая очень дружила с настоятельницей Иверского монастыря, да, и она тоже была золоташвейкой, она сама тоже принимала участие в вышивании этого знамени. И когда действительно эта идея пришла в голову, вначале она была согласована, потом это знамя было вышито, и прошло крестным ходом, многотысячным крестным ходом по Самаре. Дальше оно было отправлено теплоходом, поскольку в Самаре еще не было железной дороги, она была только в Сызрани, теплоходом до Сызрани. Сызрани потом, да, поездом до Москвы. И в Москве, в чудовом монастыре Кремля, к сожалению, сейчас нет этого собора уже на территории Кремля, был разрушен в советский период, но именно на мощах митрополита Алексии оно было освящено и выставлено для поклонения всем жителям России. Более двух недель шли на поклонение Самарскому знамени, и потом оно отправилось в свой дальнейший путь для того, чтобы в Плоеште на тот момент 9 мая, но по-нашему, да, вот 18 мая оно было передано третьей дружине болгарского ополчения, командиром которой и был подполковник Калитин, Павел Калитин, который в дальнейшем геройски погиб, защищая знамя. Вообще семь знаменосцев погибло, но знамя никому не досталось. Это была честь, доблесть, сохранить знамя. Все военные знают прекрасно, что такое полковое знамя. Это святыня, которую действительно хранят, потому что если нет знамени, то на самом деле многие даже войска, да, как бы... Складывают духом, да? Да, поэтому здесь важно, и действительно, настоящее историческое полотнище находится сейчас в Софии, в Центральном музее вооруженных сил. Оно выставляется раз в пять лет, оно под строжайшим, да, таким... Бережным хранением, наверное, да. Потому что это особый тепловой режим, это особый, там, световой режим. И здесь очень важно, что действительно оно хранится. И когда выставляются, я говорю, я сама была свидетелем, 14 тысяч человек стояло в очереди для того, чтобы поклониться этому знамени. И люди в 3 марта, в день подписания Сан-Стефанского мира, который дал на самом деле мирную жизнь, государственность, свободу шести государствам Балканского полуострова. Поэтому, в общем-то, наша заслуга страны, наших воинов, наших предков в том, что мы подарили мир стольким странам. Спасибо за краткий экскурс в историю. Я предлагаю сейчас перейти, как будет проходить фестиваль в году этом. Но прежде давайте мы с вами и с нашими уважаемыми телезрителями вспомним, как фестиваль проходил в году прошлом в Строковском саду. Давайте посмотрим вместе сюжет. Самарское знамя отмечает 145 лет. Праздник начался с торжественного молебна в Иверском монастыре, где в 1877 году послушницы вышли полотно, которое стало символом освобождения болгарского народа от османского ига. Они вложили прежде всего туда свою любовь, молитву, чтобы воины почувствовали и эту категорию отношения к ним, чтобы вдохновились. И вот вдохновение – это как раз то мужество, та категория жертвенности, которая пресекает измерение. Самарское знамя – это триколор из шелковых полотен красного, белого и синего цветов. В центре находится изображение Богоматери и Кирилла и Мефодия в золотом кресте. Серебряный наконечник флагштока был выполнен в византийском стиле. Полотно изготовили в Самаре по инициативе гласного городской думы Петра Алабина. Он же возглавлял делегацию, которая привезла и вручила знамя болгарским солдатам. С ним сражались в битвах за Старозагору и Новозагору, Шибку и Шейнова. Оно стало знаменем героем, единственным в мире награжденным орденом за храбрость. В молебне приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, глава города Елена Лапушкина, депутаты. Сегодня Самарское знамя хранится в Национальном музее военной истории Болгарии. Одна из его редких копий хранится в Патриаршем Богоявленском кафедральном соборе в Москве. В 2018 году ее передал губернатор Дмитрий Азаров, отметив, что Самарское знамя по-прежнему остается важным духовным символом, который позволяет черпать силы, а также вдохновляет многих людей на благие дела. После молебна состоялось возложение цветов к могиле Петра Алабина на территории монастыря, а затем крестный ход. Знамя пронесли в Струковский сад. На открытии фестиваля в Струковском парке зампредправительства региона Александр Фетисов зачитал приветственный адрес помощника президента России Владимира Мединского. Дорогие друзья, от всей души приветствую участников и гостей Международного патриотического фестиваля Самарское знамя. Самарское знамя, цвета которого легли в основу существующих и ныне флагов Самарской области и города Самары, олицетворяет яркую страницу отечественной истории, один из многочисленных примеров бескорыстия русского народа, внесшего решающий вклад в освобождение Балкан от иностранного порабощения. Слова благодарности в приветственном слове прозвучали в адрес регионального отделения Российского военно-исторического общества и всех причастных к организации фестиваля за активную гражданскую позицию, бережные отношения к исторической памяти и кропотливую подготовительную работу. Для гостей фестиваля в парке развернули исторические интерактивные площадки, воссоздающие быт, культуру и традиции конца 19 века. Самарская публичная библиотека, она сейчас находится на улице Куйбышева, раньше это была улица Дворянская, и Алабин имеет непосредственное отношение к нашему зданию. Он курировал библиотеку в нашем здании. Мы вот с собой принесли каталог Самарской публичной библиотеки 1886 года. Мы взяли с собой экспонаты, несколько экспонатов из нашего музея Александровской публичной библиотеки. Это канцелярские принадлежности, книги. Ну, Муху, да, Муху всем нравится, Муху все смотрим. Это такой пресс-папье, очень оригинальная, вторая половина 19 века. Самарцев радовали музыкальные и танцевальные коллективы города. Чудесный фестиваль, танцуют, развлекают, музыка прекрасная звучит. Исполнением известных маршей радовал гостей фестиваля Духовой оркестр. Итак, продолжаем разговор. Инна Анатольевна, как же будет проходить фестиваль в этом году? Кто примет участие? Я так понимаю, что фестиваль с каждым годом набирает оборота. Да, это так. И мы этому очень рады. Потому что, действительно, история русско-турецкой войны для многих остается такой неизученной, да, может быть, чуть-чуть забытой, но на самом деле она очень важна и сейчас важна для нас, потому что многое в истории повторяется. А тот, кто не знает прошлое, да, не может увидеть настоящее и просчитать будущее. Поэтому, действительно, с каждым годом у нас гостей в фестивале все больше, участников военно-исторических клубов. Начнется все 19 августа по традиции в Иверском монастыре в 12 часов. Мы приглашаем всех желающих на торжественный молебен. После этого у нас будет возложение к могиле Петра Владимировича Алабина, Варвары Васильевны. После этого будет крестный ход, где у нас спасибо огромное нашему волскому казачьему войску, потому что всегда они у нас активные участники. И в 13.00 у нас торжественное открытие в Струковском саду. Почему всегда фестиваль проходит в Струковском саду? Это тоже не случайно. Это тот самый исторический сад, где когда-то, прогуливаясь, в общем-то, Петр Владимирович принял решение о том, что в Самарском знаме не быть. Поэтому начало в 13.00 торжественное открытие с почетными гостями и с награждением победителей конкурсов. А далее работа с 40 интерактивных площадок. И это, конечно, рекордно даже для Струковского парка. И мы рады тому, что у нас приедут большое количество военно-исторических клубов, 11 регионов. Поэтому будет и погружение в эпоху конца 19 века, в быт, культура, военные традиции. Это и исторические лагеря нашей императорской русской армии. Это и полевой госпиталь, это и отелье, швальни, и многие-многие другие точки, локации, церковно-приходская школа, ретро-почта, ретро-фотоателье. Но в том числе и современная история, конечно, будет тоже посвящено несколько площадок, и это очень важно, потому что мы говорим о том, что мы также защищаем сейчас мирных жителей, и Самарское знамя также оберегает наших ребят. И мы всегда под защитой Бога, потому что наше дело правое. И здесь важно, что эту историю для подростков смогут рассказать и историки, этнографы, которые будут присутствовать, наши филологи. Особенно полезно будет подрастающему поколению посетить этот фестиваль, узнать для себя очень много нового полезного, не просто пофотографироваться, да, но и как-то вот красиво, но и с пользой провести время, верно я говорю? Узнать очень много, ну, потому что будут работать также тематические лектории, где можно будет услышать и потом увидеть документальные фильмы, увидеть художественные фильмы. Также в течение дня до 7 вечера будет работать этот лекторий замечательный, будет работать открытая студия, радиостудия, будут, конечно, участники нашей специальной военной операции. И это тоже очень важно, потому что многие из них, хотя сейчас, да, здесь кто-то в отпуске, но есть ребята, которым хочется поделиться своей историей. Многие из них творческие очень, да, ребята и поэты, наши замечательные авторы, как бы песен. Поэтому здесь также они будут задействованы. Вторая гвардейская общевосковая армия в исторической форме Александрийского полка. И мы говорим о том, что на ту же история, которая идет с конца 19 века, Александрийский полк, а сейчас это наша 15-я мотострелковая бригада, Александрийская бригада, которая продолжает эти славные военные традиции. Поэтому и военный оркестр, и историческая площадка, рассказывающая о черных гусарах, также будет представлена. Очень много площадок детских будет, которые помогут им в игровой форме узнать историю Самарского знамени, вспомнить наши великие исторические личности, потому что ведь Петр Владимирович Алабин в дальнейшем не только был главой городского округа Самара, да, Самары, но в том числе он стал и первым губернатором Софии. Он помогал восстанавливать город, восстанавливать страну после этой действительно разрушительной не только войны, но и 500 лет рабства. Поэтому его история тоже очень важна. Ну и те почетные гости, в том числе на нас выходили и приедут к нам директора музеев, музей Столетова, культурные музеи. Будет болгарский кинорежиссер, который также приедет и сейчас создает фильм о Самаре, о Самарском знамени. Так что мы всех ждем. Я думаю, что будет интересно, ярко, творчески в течение всего дня. Ну, спасибо большое. Наше время подошло к концу. Вы знаете, я хочу сказать вам отдельное спасибо. Вот мы с вами второй год подряд беседуем об этом фестивале, и мне очень отрадно видеть, что у вас очень сильно горят глаза. Вот по-доброму, по-человечески, лично вам не все равно, и вы неравнодушно относитесь к этому проекту, проекту-фестивалю «Самарское знамя». Спасибо вам большое, Анна Анатольевна. Спасибо вам огромное. И всех ждем на фестивале. Это наша общая история. Да, я думаю, что непременно наши телезрители воспользуются вашим приглашением. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну, а 19 августа обязательно нужно посетить фестиваль «Самарское знамя». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова